Товарищи, сегодня мы запланировали изучить работу Владимира Ильича Денина Грозящая катастрофа и как с ней бороться Что это за работа и кого ее значение хотел бы предварительно сказать Она была написана Владимиром Ильичем в сентябре, в средине сентября 1917 года То есть фактически перед уже решением вопроса о взятии власти в стране И эта работа была связана с тем, что фактически в результате войны В результате разрушки, которая получилась к сентябрю 1917 года Россия стояла на грани катастрофы, особенно в продовольственном вопросе И во многих других вопросах И в некоторых других вопросах И как бы Владимир Ильич делится здесь своими соображениями Как можно не допустить этой катастрофы И как выйти из этой тяжелой ситуации, которая сложилась в средине сентября 1917 года И второе, мне кажется, я конечно в этом не уверен Мне кажется, что Владимир Ильич как бы пытался предвосхитить такой вопрос А что же делать, если удастся пролетарианту взять власть в свои руки Взять, перехватить в буржезе и власть И что, какие первоочередные задачи ей придется решать Он тоже пытался в этой работе как бы найти вот это звено За которое прежде всего нужно будет ухватиться Поэтому я считаю, что для нас эта работа тоже будет интересной Почему? Потому что капитализм, который у нас настал сейчас Он тоже пытается подвинуть нас к какой-то катастрофе Особенно рабочий класс, который живет в общем-то не так уж богатым, будем говорить И расслоение между богатыми и бедными в стране у нас все увеличивается И положение бедных все ухудшается, цены растут и так далее И конечно, не исключено, что в какой-то, ну не катастрофе Но в каким-то неприятным событиям политика, в том числе экономическая Наш, нынешней власти, она может привести к тяжелым последствиям И поэтому выгребаться из этого примерно придется таким же образом И такими же способами, которые предлагал Владимир Ильич Поэтому я считаю, что стоит прислушаться к нему, вот к этой работе Работа эта состоит из 13 разделов или глав, как правильно их назвать И он рассматривает здесь некоторые вопросы Первая глава, которую он рассматривает и которая находился Называется «Голод надвигается» И начинается эта глава с фразы «России грозит неминуемая катастрофа» Он как бы здесь после этой фразы анализирует Где какие очень плохо сложилась ситуация Не будем на этом останавливаться Потому что нам нужно все-таки то, что для нас важно рассмотреть И говорит, что «Катастрофа невиданных размеров и голод грозят неминуемо» Все это говорят, все это признают, все это решили И ничего не делается Вот такие заявления в этой главе Владимир Ильич сделал Далее Он говорит «А между тем, меры борьбы вполне ясны, просты, вполне осуществимы, вполне доступны народным силам И что меры эти не принимаются только потому Исключительно, подчеркивает он, исключительно потому Что осуществление их затронет неслыханные прибыли горстки помещиков и капиталистов То есть осуществление мер затронет прибыли капиталистов И то же самое, если мы коснемся сегодняшнего дня Как бы на сегодняшний день эти вопросы переставим То всякие попытки навести порядок в экономике и в социальной сфере нашей страны Также затронут прибыли капиталистов А им это очень не понравится Вот и далее Здесь он говорит, что основная Он говорит, какие меры-то нужно было сделать, чтобы Ну как бы навести порядок, предотвратить катастрофу Вот он и говорит, что основная и главная мера борьбы Мера предотвращения катастрофы и голода Это мера контроль, надзор, учет и регулирование со стороны государства То есть меры-то очень простые Это контроль, надзор, учет и регулирование А также установление правильного распределения рабочих сил в производстве И в распределении производств Сбережение народных сил Устранение всякой лишней траты сил и экономия их Контроль, надзор, учет Вот первое слово в борьбе с катастрофой и с голодом Вот что бесспорно и общепризнано И вот чего как раз не делают из боязни Посягнуть на все власти помещиков и капиталистов На их безмерные, неслыханные, скандальные прибыли У нас сейчас этих миллиардеров, олигархов 101 на последний перечень Форбсов И конечно если установить какой-то рабочий контроль Рабочий учет и так далее То конечно же эти 101 миллиардер Тут же поднимутся против таких мер Вот что я хотел сказать по первому разделу По первой главе, которую Владимир Ильич назвал Голод надвигается Есть какие-то вопросы или дальше пойдем? Нет, давайте дальше Давайте дальше Вторая, второй раздел, вторая глава Полная бездеятельность правительства Так ее назвал Владимир Ильич И начинает он эту главу Происходит повсеместный, систематический, неуклонный саботаж Всякого контроля, надзора и учета Всяких попыток наладить его со стороны государства Вот с этой фразы он начинает эту главу Далее он раскрывает немного, значит В чем это заключается саботаж и срыв контроля На этом тоже не будем останавливаться А кто хочет более подробно, сами почитайте Это доступно Я хочу здесь вот в этой главе вот на чем остановиться Что современный, о чем говорит Владимир Ильич Современный, новейший республиканско-демократический саботаж Всякого контроля, учета, надзора Состоит в том, что капиталисты на словах горячо признают принцип контроля И необходимость его, как и все меньшевики и эсеры Но только настаивают на постепенном, планомерном Государственно упорядоченном введении этого контроля На деле же, этими благовидными словечками Прикрывается срыв контроля Превращение его в ничто, в фикцию Игра в контроль, оттяжки всяких деловых И практически серьезных шагов И создание необыкновенно сложных, громоздких, чиновничьих, безжизненных учреждений контроля Которые насквозь зависимы от капиталистов И равнехонько ничего не делают, и делать не могут Вот такую мысль он здесь проводит Я думаю, что эта мысль понятна Что вроде бы все признают, что контроль нужен Но делать не хотят и не могут Потому что капитал не разрешает устанавливать рабочий контроль над производством и распределением Вот Далее он, чтобы не быть голословным Он, значит, ссылается здесь на свидетельство Некоторых меньшевиков и СССР Которые также признают отсутствие контроля Ну и приводят тут, значит, выписки Или, как бы, не выписки даже А высказывания из газет их меньшевистских Но тоже не будем на этом останавливаться А хочу, вот, на чем еще остановиться в этой главе Он говорит, что прошло 4 месяца после 6 мая 4 длинных месяца Ну, после 6 мая, когда было создано коалиционное правительство 4 длинных месяца Когда Россия уложила сотни тысяч солдат На нелепое империалистическое наступление Когда разруха и катастрофа приближались семимильными шагами Когда летнее время давало исключительную возможность сделать многое И через 4 месяца меньшевики и СССР Вынуждены официально признать полную бездеятельность Образованных при правительстве учреждений контроля То есть даже меньшевики и СССР, как он говорит Вынуждены признать бездеятельность этого контроля Хотя органы были созданы Вот, что хотел бы я вам сказать по этой второй главе Которую Ленин назвал полной бездеятельностью правительства Вот, пожалуй, вопросы есть? Можно выйти потом как-то с первой главой А, все вопросы как в конце Хорошо К сути перейти все-таки Это больше агитация Так Уже всем известная В смысле? Ну, то, что капитализм Все плохо, не дает Руки связанные, паразиты Так, все правильно Как бороться-то? А, как с ним бороться? Значит, как бороться? Ну, частично К этому вопросу Владимир Владимирович в этой работе тоже обращается Да Но, как бороться с капитализмом? Это надо обращаться ко многим его работам Ну и прежде всего, наверное, надо начинать с изучения манифеста коммунистической партии Читали его? Да, читал Маркса Вот там Там, как бы, самые азы изложены Как надо начинать бороться с капитализмом И кто с ним будет бороться Ну и далее в целом ряде работы Это очень большой вопрос Вы подняли, как бороться с капитализмом? В двух словах его коллекционер Я осветишь Извините На данном этапе времени, о котором он говорит В связи с грозящим голодом Так В их силах Самих коммунистов Что надо сделать? Что у них А сейчас мы к этому перейдем Сейчас мы перейдем Да А он, конечно, говорит Значит, третий раздел он назвал Общеизвестность и легкость мер контроля И начинает этот раздел Может возникнуть вопрос Не представляют ли способы и меры контроля Чего-либо чрезвычайно сложного, трудного Не испытанного и даже неизвестного Вот И не объясняется ли затяжка тем Что государственные люди Уже, значит, полгода трудятся Над изысканием, изучением Открытием мер и способов контроля Но задача оказывается неинуверно трудной И все еще нерешенной И отвечает на эти вопросы В частности, он говорит так Если бы действительно наше государство Хотело деловым, серьезным образом Осуществить контроль Если бы его учреждения Не осудили себя Своим холопством Перед капиталистами На полную бездеятельность То государству оставалось бы Лишь черпать обеими руками Из богатейшего запаса мер контроля Уже известных, уже примененных Единственной помехой этому Помехой, которую прикрывают От глаз народа кадеты, эсеры и меньшевики Было и остается то, что контроль Обнаружил бы бешеные прибыли капиталистов И подорвал бы эти прибыли Поэтому он дали говорить, что правительству Не в насмешку только называемому Революционно-демократическим А после февральской революции Как раз его так и называли Революционно-демократическим Достаточно было бы в первую же неделю Своего образования Декретировать, то есть постановить Приказать осуществление Главнейших мер контроля Назначить серьезное, нешуточное Наказание капиталистам Которые бы обманным путем Стали уклоняться от контроля И призвать само население К надзору за капиталистами К надзору за добросовестным Исполнением ими Постановлений о контроле И контроль был бы уже давно Но осуществлен в России То есть если бы можно было установить Народный контроль То все бы вопросы Можно было просто решить Но это правительство Революционно-демократическое Которое существовало На тот момент в стране Оно конечно не допускало Решение этого вопроса И далее он называет Какие же главнейшие меры Нужно было или можно было решить На дат в тот момент В сентябре 2017 года Чтобы осуществить контроль И учет всех вопросов Которые касались страны И он называет Вот эти главнейшие меры Первое Объединение всех банков В один И государственный контроль Над его операциями Или национализация банков То есть первая мера Необходимая для того Чтобы предотвратить катастрофу Это объединить все банки В один И установить над ним контроль А еще лучше Этот банк национализировать Это первая мера Главнешняя Вторая мера Предлагаемая Лениным Национализация синдикатов То есть крупнейших Монополистических союзов капиталистов Например Он приводит синдикаты Сахарной Нефтяной Угольной Металлургической И так далее Это вот национализация Вторая мера Национализация крупнейших Предприятий Третья Отмена коммерческой тайны Третья мера Которую необходимо было Осуществить Для предотвращения катастрофы Четвертая Принудительное синдицирование То есть принудительное Объединение в союзы Промышленников Торговцев И хозяев Вообще То есть Произвести Объединение в союзы И пятая мера Принудительное Объединение Населения В потребительное общество Или Поощрение Объединения И контроль за ним То есть Пятая мера Необходима Это Создание Потребительских Объединений Вот пять главнейших мер, которые предлагал Владимир Ильич. И говорит в заключении третьего раздела, что рассмотрим, какое значение имело бы каждый из этих мер при условии революционно-демократического осуществления ее. То есть вот эти меры, которые он предложил, вот в ближайших главах, он их все пять мер и рассматривает. То есть как и что нужно сделать, чтобы осуществить эти главнейшие меры. Вот что по третьей главе. Владимир Ильич, что он все правильно говорит. Только если вот это сейчас сказать, я собственно со многими рабочими общался, общительный человек очень. И когда я с ними говорю, не упоминая конкретные вот эти вот лозунги, национализация промышленности, создание советов и тому подобного, то они соглашают, что да, было бы классно. Но как только я говорю, что у меня диктатура пролетариата и тому подобное, они от этого как святой воды чертят. А что вы понимаете? Вы объясняете, что такое диктатура пролетариата? И что она лучше, чем диктатура буржуазей, которая сейчас существует? Нет, тут, наверное, неправильный чуть вопрос корректирован. Тут же не про социализм идет речь. Ленин дает советы временного правительства. Да, что делать? Что можно сделать? А, вот, что-то с непреступостью предупреждает катастрофу. Нет, нет. Все эти нормы, которые нам предлагают, они же были в той же Германии. Все синдикаты были по химической промышленности, синдикации собрали. По машиностроению. Не все уже меры были воюющими странами, не все приняты. Кроме советской России. Ну тогда еще. Гуржуазная Россия. Революционно-демократическое предоставление. Мы должны сделать, мы же не участвуем, мы должны сделать то же самое, что делаешься с людьми, а это делать не хотят. И там, естественно, почему не хотят это делать. Ладей понял, что он намерен. Можно я еще добавлю? Давайте. Вот парень сказал, что говорит все эти вещи, но не упоминать какие-то труп ралитариата и прочие вещи. Так, национализация предприятий, которые ресурсы добывают, об этом говорят абсолютно все. То есть не нужно быть коммунистом, понимаешь? Поэтому эти лозунги, ну они взяты, как скажем, основа нашего, наверное, мировоззрения российского. Поэтому оно и работает без лозунгов. А если ты уже хочешь, собственно, говорить о самой сути коммунизма, то тебе надо именно упоминать именно те термины, которые уже как-либо запрещены. Обязательно. Либо тебе придется придумать те же термины и все называть просто своими словами. Если ты говоришь с экономистом, я с тобой согласен. Но в случае с экономистом, он сам, в принципе, скорее всего поймет, что такое марксизм, коммунизм и тому подобное. А если ты отговоришь, правда, с тупым школьником, то, во-первых, данные термины его тупо перегрузят. То есть там придется, в принципе, всю цепочку логическую в слове национализация тупо разворачивать. А можно пояснить так, что ты владеешь, собственно, самим собой, вот это, то есть ты, не может быть, уволен, но и тому подобное. Вот. Нету там, допустим, денег, но я сейчас на скидку, то есть именно то, что конкретно его коснется. Потому что все эти остальные слова, диктатура пролетариата, ему можно впихивать, но уже в тот момент, когда школьник уже такой, о, да, да, вот это вот нам нужно. Ну, это такой, значит, ты коммунист, следовательно, смотри, вот, поясняешь ему, что такое диктатура пролетариата и тому подобное, и уже после вот этого года, он такой, ну, видимо, да. Ну, а я так, собственно, сам поверил. Погоди, а ты что хочешь, чтобы школьнику-то еще удачу, ему там, ничего драмы рассказывать, и он тебе сразу... Нет, нет, а залпы раз... И в этой работе нет ничего про диктатуру пролетариата. Извините, как имя, как тебе сказать? Петр. Пролетариата, ты знаешь о том, что пока общество классовое, диктатура неизбежна правящего класса. Нет, я знаю. Потому что сейчас диктатура буржуазии, раз она правит, то от этого никуда не денешься. И для того, чтобы осуществить вот эти все задачи, от которых состоит суд, это возможно реально только при диктатуре пролетариата. То есть пролетариат должен взять власть в свои руки и лишить власти буржуазии. Пролетариат, потому что за эти 30 лет все эти лозунги изморали. О! Их... Парень об этом говорит. Да, их изморали, их надо раскрывать. Их надо раскрывать. Надо раскрывать по новому. Да, по новому раскрывать. И говорить, что ничего не будет, пока рабочий класс, организованный на предприятиях, не установит хотя бы сначала контроль над производством и распространением. Хотя бы контроль. Не говоря уж о национализации. Я понимаю. Но устойчиво решить эту проблему можно будет только в условиях, если забрать власть в буржуазии. До того, как власть у нее заберут, она не пойдет на это. Она ни в коем случае не позволит установить рабочий контроль, а тем более произвести национализацию в интересах рабочего класса. Не позволит никогда. Это надо разъяснять. Это надо разъяснять. И национализация нефтянки, ну, это разные вещи. Но на национализацию нефтянки большая часть населения согласится. Здесь просто другое, что чтобы национализировать нефтянку, нужно иметь ресурсы. И, собственно, вот и я об этом же. Ресурсы есть. Нет власти. У тех, кто заинтересован в этой национализации. Нет власти. Политической власти нет. У тех, кто в этом заинтересован. Давайте про синдикаты. Когда дойдем до синдиката. А то мы вот темно... Остановимся на этом, да? Мы в середине, значит. Значит, Петр тут нас, видите, в дискуссию пытается все втянуть. В обширную дискуссию. Так, ну что, национализации банков. В четвертой главе переходим, так, да? Переходим, да? Итак, вот, главнейшие меры, среди них, первый назвал Владимир Ильич, это объединение всех банков в один или его национализация. Итак, следующий раздел, который он озаглавил, это национализация банков, он его назвал. И начинает этот раздел тем, что банки, как известно, представляют из себя центры современной хозяйственной жизни. Главные нервные узлы всей капиталистической системы народного хозяйства. Говорить о регулировании экономической жизни и обходить вопрос о национализации банков, значит, либо обнаруживать самое круглое невежество, либо обманывать простонародье пышными словами и велеречивыми обещаниями при заранее обдуманном решении не исполнять этих обещаний. Вот так начинает он этот раздел, вот такой мыслью. Ну и далее он, значит, здесь как бы эту мысль развивает, вот, но я хочу остановиться вот на чем в этом разделе, что Владимир Ильич приходит к такому вопросу, подходит. А в чем же значение национализации банков? И говорит в том, что за отдельными банками и их операциями никакой действительный контроль, даже если отменена коммерческая тайна, невозможен. Ибо нельзя уследить за теми сложнейшими, запутаннейшими и хитроумнейшими приемами, которые употребляются при составлении балансов, при основании эффективных предприятий и филиальных отделений, при пускании в ход подставных лиц и так далее и тому подобное. И далее он говорит, только при национализации банков можно добиться того, что государство будет знать куда и как, откуда и в какое время переливают миллионы и миллиарды. И только контроль за банками, за центром, за главным стержнем и основным механизмом капиталистического оборота позволил бы наладить на деле, а не на словах, контроль за всей хозяйственной жизнью, за производством и распределением важнейших продуктов, наладить то регулирование экономической жизни, которое иначе осуждено неминуемо оставаться министерской фразой для надувания простонародья. Вот как видел Владимир Ильич, значение национализации банков и необходимость решения этого вопроса. Вот так он видел. Ну и, значит, опять же он эту мысль еще тут немножко развивает, развивает на этом, не буду останавливаться. А вот, что, какую мысль хочу еще до вашего сведения довести, которая для нас и в настоящее время, видимо, важна. Выгоды для всего народа и особенно не для рабочих, ибо рабочим с банками мало приходится иметь дело, а для массы крестьян и мелких промышленников были бы от национализации банков огромные. Сбережение труда получилось бы гигантское. Доступность и легкость кредита именно для мелких хозяйчиков, для крестьянства возросла бы чрезвычайно. Государство же впервые получило бы возможность сначала обозревать все главные денежные операции без утайки их, затем контролировать их и далее регулировать хозяйственную жизнь и, наконец, получать миллионы и миллиарды на крупные государственные операции, не платя за услугу бешеных комиссионных господам-капиталистам. Вот как он рассматривал необходимость и что дает национализация банков. Ну и далее он опять же говорит, почему там Потресовы, Плехановы и прочие не хотят решать эти вопросы. Почему он далее говорит, что передовые государства, как Германия и Соединенные Штаты, проводят в жизни регулирование экономической жизни, но не думают осуществлять национализации банков. И тоже как бы разъясняют, почему капиталисты не хотят решать эти вопросы в национализации, потому что, опять же, им это не выгодно. Но я думаю, что мы на этом останавливаться не будем. Думаю, достаточно того, что вот эта мысль, что если придется решать вопросы, допустим, какие-то для того, чтобы предотвратить разруху и так далее, то придется все-таки начинать, видимо, с национализации. И именно с национализации банков. Вот я считаю, что и четвертый раздел на этом закончим. Итак, и если есть необходимость еще теперь все это дело продолжить обсуждение, давайте продолжим. А потом уже на следующих занятиях рассмотрим и остальные меры, которые предлагал Владимир Ильич. Можно я первую главу чуть-чуть дополню, попробую сразу на сверху. На вопрос, заданный в самом начале. Про голод, который грозит. Все знали, все газеты писали, все в курсе. Главная причина, которую Ленин здесь выводит, это проблему на железной дороге, что хлеб тупо не могут довести до города. То есть, от местных, где их производят, до города. И не хотят. Почему не хотят? Потому что на хлебе хотят спекулировать. Сразу же исторический пример. В это же самое время начинается Корниловский мистер Тещин. Начинается с того, что Корнилов нашел хлеб, нашел железнодорожный транспорт и довез хлеб до Кавказа. Кавказские дивизии, которые были национальные, да, в российской армии, состоящие из кавказских народов, конницу. Он зерно призаблел на Кавказ, на Кавказе зерно лезь, из дома привозят, пишут письма, все хорошо, сынок, воюй, у нас все нормально, мы светоздоровы. Эти детей в виде дивизии точно так же посадили наши лоны и погнали в Петроград. То есть, когда надо, железная дорога работала. Когда надо. А когда не надо, когда мы хотим спекулировать на хлебе и продавать его 10 раз дороже, не надо, чтобы он никуда ехал. Как Арненовские дивизии, большевики, остановили? Они тупо остановили железную дорогу. То есть, поезда до Ленинграда не доехали, до Петрограда тогда. Кавалерию попытались солить, она попыталась доскакать, не доскакала. Вообще, не знаю. Да. Как остановили железную дорогу? Пропаганда и агитация. На всех железнодорожных станциях были большевики, среди рабочих, среди машинистов, паровозов. То есть, везде были свои люди. И они всячески саблокировали передвижение этих составов к Ленинграду. И та-то армия просто не доехала. А когда встала, они все расстрелялись. Можно ремарху поставить? Да, конечно. Вопрос о том, что Кранилов нашел зерно. Ну, в связи с тем, что, в общем-то, логично рассуждать, что этот человек, что он генерал, включен был военной властью, вот, то зерно это находилось, явно за него никто ничего и никак не платил. Ему платили. Вот. Точно так же он защищал, соответственно, железнодорожные пути для того, чтобы передвинуть, точнее, и, соответственно, точно таким же образом защищал железнодорожные пути, чтобы подвести дивизию в Петроград. Возникает вопрос, опять же тот же самый вопрос, вопрос власти. Вопрос власти и организации, и, собственно говоря, силы. То есть без организации и без силы такие вещи сделать невозможно. С другой стороны, как, опять же, было сказано, простите, я не знаю ваше имени, Александру было сказано, вот, поезда остановили. Ну, а если их остановили, значит, значит, организация сама по себе, то есть большие, точнее, большие массы, будут все равно решать, даже ту же самую военную силу. Вот так, мои домыслы. Ну, то есть, смысл вашего замечания состоит в том, что нужна для того, чтобы решать какие-то вопросы, нужна организация, организованная сила, безорганизованная сила, никакой вопрос не решишь. Продолжение следует...